До стар. Многие просто смотрят на графики, на историю и говорят, что мы все упадем. Ну, крипторынок упадет, ну и фондовый рынок упадет. Будет как в 20-х годах того столетия, во времена Великой депрессии США. Ну, действительно, те люди, которые это говорят, просто не понимают, что есть большая разница между тем, что было 100 лет назад и тем, что сейчас. Если, скажем, 100 лет назад, те, кто инвестировал в акции, они получали через газеты, газеты как New York Times, получали сводки от Уолл-стрита недельными свечами, может быть, раз в месяц. И представляете, какой-то там сидит ковбой, где-то в Зажопинске, в Техасе, в Ранчо. И, наконец-то, он получает желаемый New York Times и смотрит, что рынок упал очень низко. В то время не было трейдинг-вью, не было интернета, не было даже телефонов. Конечно, все это спокойно вниз падало. Даже при кризисе в 80-х годах, когда еще не было интернета, было также непросто дозвониться до брокера, который мог бы там пьяным или отдыхать, сказать ему, слушай, купи эти акции или продай. Потом этот брокер должен был найти трейдера, который тоже мог бы не быть на работе. И, то есть, как сказать, реакция на… То есть, все это ведет к тому, что, на самом деле, в те годы это все было очень медленно. Поэтому ни в коем случае нельзя сравнивать то, что было тогда и сейчас. И те, кто думают, что сейчас биткоин, как в 2018 году, 6 тысяч, когда долго полгода стояло на 6 тысяч, потом упал до 3-х, это была уже финальная капитуляция. Они тоже не понимают теханализы. Не будет никакого дампа. Поэтому сейчас уже все будет нормально. Даже несмотря на то, что будет какой-то конфликт Китая с Тайванем, это никак не повлияет на рынки. Поэтому сейчас это для меня лично ожидание мега-пампа рынков, особенно криптовалютного рынка, который действительно должен спасти людей от надвигающей гиперинфляции национальных валют всего мира. Те, кто поняли, и тем, кому понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и, конечно, Алга.